Появление 35% онкологических опухолей провоцирует такая вредная привычка, как курение. По сигаретным прицелам оказываются многие органы, но чаще всего легкий пищевод, гортань и полость рта. Это огромная проблема. Курение – это огромный вред. И не только для самих курильщиков, но и для людей окружающих, и для жен, и для детей, что хуже всего. Дети, которые смотрят и учатся, и пассивно курят в машине, знают даже люди, которые детей перевозят и курят в машине. Это вообще уму непостижимо. Но каждый думает, подобляясь, как известно, страусу, что это минет их, это коснется кого-то другого. С ними этого случиться не может. Александр Иванович – практикующий хирург-онколог с многолетним стажем. Как никто другой, он знает о случаях, когда ежедневная привычка выкурить несколько сигарет приводит к самым тяжелым последствиям. Риску оказаться пациентам этого диспансера подвергаются и так называемые пассивные курильщики. Среди заболевших раком легких есть и женщины, которые сами вредной привычке не подвержены, но у которых мужья-курильщики. Не меньшую опасность стоят и модные электронные сигареты. Курение электронных сигарет – это процесс парообразования. Сам по себе этот процесс уже негативно будет воздействовать на все органы, о которых я говорил. То есть говорить о том, что курение электронных сигарет безопасно, я думаю, это полный абсурд. Это опять очередной ход маркетинговый, наверное. Наверное, я думаю, что это именно так. И всякий неглупый человек, он в совершенном состоянии отказаться от этой привычки вообще. 16 ноября приверженцы здорового образа жизни отметили Всемирный день некурения. В Мозре под девизом «Нет курению» проходит вся текущая неделя. Главная цель информационной антитабачной акции – повысить уровень информированности населения. Впрочем, призывы бросить курить и тем самым сохранить свое здоровье от медиков звучат круглый год.